всем привет с вами эндумер и да да это он это он он самый второй дом который мы потихонечку 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 каждый день проходим я уж подзабыл какой 9 на девятом уровне мы остановились на сегодня третий выпуск и 3 тройка игроков 3 тройка четверка точнее уровне не буду короче забалтываться вернемся к делу 9 уровень называется дпит то есть мост 238 монстров 6 секретов мы как мужики с пистол старта пойдем и вот в общем-то окружают нас 4 лифта там я вижу ментовку судя по всему что-то корее лежит поэтому ломанусь и на первую очередь туда вот так вот хорошо так уже можно так уже можно действовать и до уровень этот не знаю называется мост ну не знаю если вы не знали мост выглядит так я в этом не совсем уверен то есть если вы когда-нибудь попадете в такую ситуацию что вокруг вас будет 4 лифты на какие-то помещения каждая из которой ведет чуть выше предыдущего знать это мост это мост поэтому будьте готовы к этому и этот уровень ну вообще в целом если продолжать обсуждать о втором думе потому что и вот чем отличается запись того же самого второго дума не только его классики в целом первый дом 2 вот того же going down предположим или просто контуром который я не играл потому что во второй дум то я конечно же играл да и дело не только не столько в этом сколько в том что 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 тут я получается рассуждал каким образом блин где-то должна была на уровне вы ракетница быть вот и патроны к ней лежат на мне и не поэтому не поделешь толково ну ладно инфайт никто не от меня поэтому давай манку бы справляйся и вот когда я записываю какой-нибудь going down не дает что манкубус у меня просто хоронят в этот раз кстати ракетницком там внутри здания лежит никогда не припомню чтобы это это место было для меня каким-то особенно тяжелым наверно потому что я всегда был с оружием а не с пистол старта ну ладно как это тем что блин и пока с этим манкубусом разбирался сбился смысла ты бить манкубус ах ты блин манкубус а тут у нас что тут у нас вон чем хотят сказать чем отличается да много чем отличается конечно самом деле хотя потому что думаю но я играл в него я знаю а вот вспомнил и когда я прохожу уровень который я не знаю блин реально патроны прям кончаются то есть утрен кончать а я обычно как делать действую я говорю там уровень такой-то вот днем такое-то хорошее такое-то плохое обратите внимание на то на это во втором доме конечно малость так не катит потому что здесь девяносто четвертый год детализация по беднее все такое да и особо ничего такого не скажешь про этот уровень да не про это то вообще про уровне который выпадает в втором доме поэтому как-то больше тянет на какие-то рассуждения о о вот другом о важном о главном о вечном вот doom я люблю и поэтому говорить о нем могу часами вот иногда там до возникает мысль а как блин так получается я уже сколько уровней записал сколько вот уровня я прошел и все время в общем-то практически нет не отвлекаюсь от темы дума то есть я прохожу уровень и все равно говорю о думе так или иначе а вот это очень класс это нам пригодится в эти четверки уровней я уверен очень-очень пригодится да и значит все время говорю да о думе то есть о самом вот это уровень такой-то монстры такие-то оружие такие ты постоянно что-то рассказываю говорю про doom так или иначе вот и не иссякает у меня болтовня об этом то есть постоянно нахожусь то сказать по этому поводу ой блин как я пролетел мимо манкубу сзади спину дышит вообще но это касается по большей части конечно все таки уровне вот такого пошиба такого характера который я раньше в общем-то не играл там как-то не знаю вот тянет меня прям нифига манкубас у меня убил манкубас представляете во втором доме убил меня манкубас потому что да потому что я тут кулаком хожу блин чуть-чуть делаю не знаю ну ладно несутка и важно вот у меня как демон туловищем своим выпихнул просто вам и сейчас этого манкубаса быстро раз половине и вот как то вот получается что всегда есть о чем поболтать о чем порассуждать в самом дубе но второй дом не предполагает как то что я буду сидеть и рассуждать так вот этот уровень там вот этот монстр это оружие как-то вот ну не знаю не только 2 думаю дом классический вообще в целом кстати заметь первый раз я умер в девятом уровне 2 дума меня убили то есть все реально реально все реально ну понятно пистов тарт кулак и все такое кстати здесь будет еще сложное место которое тоже вполне способны меня похоронить откуда что второй раз меня убили не вы представляете да я опять же я сохранил сильнее да я с какой-то вот это вообще меня зажимают прямо сегодня прям здраво откуда вылетел вообще это блин plus soul и так меня подставил что хайлайп прям прям как надо все совпало о не можешь уйти ну на и поэтому проходя классику все время хочется разговаривать вот таком а в общем там от детстве там ознакомился с домом наверное это конечно и правильно да я даже уверен что это правильно то уж как иначе то иначе никак а там элементарь боли вон на что я-то думаю откуда блин потерянный тут выше и в общем так вот мы и ведем эту передачу разговариваю обо всяком таком не знаю этот уровень конкретно касательно этого уровня тоже а я думал тут синяя броня будет и синий ключ 6 секретов половина в которых я нашел это обнадеживая ладим этот уровень мне всегда казался каким-то относительно сложным потому что здесь есть какие-то непростые места такие какие-то заковыристые вещи там две желтые двери я помню пистол старта так особенно больше у меня патронов нет приходит снова бежать с кулаком ну да ладно как то вот всегда он ощущался этот уровень как-то вот посложнее среднего что ли и вот сейчас будет еще такой большую такой которым вылетает куча всяких монстров пулеметчик которые тоже гасит уже лупит мы так каких нашел до фига в секрете у меня конечно преимущество безусловно есть но вот этот вот бой с этими пулеметчиками в детстве его пройти было практически блин нереально по понятным вполне думаю причинам что слишком много монстров куда бежать что делать кого бить по моему здесь где-то был какой-то секрет если я не ошибаюсь но я вероятно ошибаюсь пробуешь и в правую сторонку прыгнуть нет здесь никакого нет ну и ладно это вот вот так ну сейчас конечно все ногти на характере дальше с бфг проходится а тогда было да когда прям быть пулеметчики унижали и поэтому я не хочу сказать что 2 думан какой-то блин сложно и особенно или что-то в нем какой-то есть такое что заставляет прям заплатить за трех ордит нет понятно что когда болтаешь это все одно когда списал старта начинаешь это тоже там совсем другое это все ясно это все вещь как бы очевидно понятно нет с этим вам как это открыть как-то это еще открывала секции под забыл как а ну точно же синий ключ да и вот этот уровень конкретно вот этот девятый уровень который забит называется вот этот уровень он был первым который показал мне дядя я напоминаю что я уже рассказывал по моему самом первом выпуске вроде да ну по крайней мере должен был в самом первом рассказать об этом так сказать начать сотворение мира но я напомню если вы забыли что doom показал мне дядя принес там домой второй doom и тогда вот я в него там залит там все такое и вот первым уровнем который он показал мне почему-то был этот наверное он сам тогда играл ходил это думки или проходил точнее и вот как раз на этом уровне он остановился до него дошел и вот собственно говоря его я увидел и так я издумал и познакомился то есть для меня этот уровень имеет какое-то вот такое особое значение наверное ну да даже не наверное наверно наверняка точнее не наверняка точно быть демоны сбили с толку да и вот в общем то у кого у кого какой был первый раз но у меня такой а это надо было нажать хорошо кстати вон лежит костюм который подключен до сих пор не взял интересно то дверь входная на время открывается по модуга поэтому надо успевать но дается на это сто лет поэтому я вполне себе успел одна дверь здесь есть какая-то бесполезная я помню да это вот она блин ракетница на бпг патронов не хватает а сейчас хватает супер я полон с удовольствием шмолю заработать не сексель здоровья не хватает костюм блин по-любому мне нужен а . биться вот кстати заметь три раза я уже умер в этом уровне три раза ну как бы говорит о том что вот вот это да это что-то как-то подходит к более сложному но нет нет это просто все как я уже объяснял все это обман чтобы набрать класса да ладно в любом случае так или иначе интерес почему этого пыли на элемент или более вообще с бпг не ударила блин это прям супер получилось какое-то дерьмо вообще я не знаю как так вышло где-то переграют что не хочу в очередной раз умирать это блин ужас вообще был как-то в дубе бывает так дьет непредсказуемо что не поймешь даже вообще как она блин так вот ударил ударил вы видели вот вы свидетели ударил нормально ударил как надо ударил глядя на элемент или более оказалось что маловато так дали мне карту не знаю зачем он особо нам не нужно всего одного секрета здесь не хватает и кстати по моему находится где-то здесь опять же нет я уже не помню но ладно пусть будет предполагается что я отсюда начал в других местах пока не было да и поэтому вот когда дядя как раз таки показал мне этот уровень а вместе с ним и второй дом в целом и говорит на поиграть я сел поиграть и все поиграть именно в этот уровень который был для меня разумеется безмерно тяжелым во первых он довольно большой здесь вот несколько таких вот коридоров таких до помещений как что сказать развилок тоже всяких хватает вариантов как пройти этот уровень не линейно по всякому хватает достаточное количество ого-го-го-го мне сюда и я как туда-то попасть вы чё звери дайте мне туда я хочу шарик я вообще без понятия как его взять не я я реально не знаю как бы хотел ну ладно по моему может что-то здесь можно ну и вообще сам по себе уровень был такой да не я не знаю пока честно не знаю без понятия и сложноватые относительные в то же время еще и были мне все за руину кажется надо ждать пока все поднимется обратно то что надо проходить быстро и в общем-то и не линейные какой-то относительно сложные там с такими трудностями с такими проблемами короче для первого уровня игры для игрового опыта явно не годится конечно конечно же если начинать думку решить его разница не с этого надо начинать с первого уровня не знаю явно не с девятого который уже сам по себе такой да немного недружелюбный потому что вон даже я здесь три раза умер но опять же понятно делаю ссылку на то что это такой-сякой 3 блин вот это вот история с лифтами меня с лифтами меня всегда если там бесил всегда меня накалял и раздражал да конечно я болтаю да конечно я мы это другое не выспался но блин о о все все получилось у здорово 200 хп замечательного такой отбор секрет 6 из 6 секретов это прям подарок конечно подарок для меня потому что секрет я вы знаете не особо милую но все желтый ключ у меня есть принципе пора значит отсюда как-то это сваливать под сваливать что мне там аптечка не нужна ничего не надо значит можно идти в общем-то на выход твоем и надо было заходить конечно не с этой стороны он был заходить стороны элементали разумеется потому что они сейчас там говна на делу и патронов нет всегда о элементали а пожалуйста ура в этот раз получилось как мне нужно ну и слабо ты оказался под затянутый по ощущениям уровень на самом деле не знаю почему мы слушаем сдыхал может потому что он реально какой-то нелинейный такой затянутый не знаю и кстати еще кое-что вспомнилось мне то что я всегда проходя этот уровень когда не убивал монстров всех то есть просто при вот эту локацию конкретно вот это помещение с куча монстров с манку бусами с баронами я просто пробегал спектр от этих не убивал тоже просто по головам бежал и сбегал сразу на выход так кстати посмотреть может с той стороны оставшим что я могу взять патроны реально какая-то не очень хорошая история получается действительно с патронами что-то прям очень не очень как-то учитывая пистол старт понятно и все вот это прочее но мне же еще следующий уровень как-то надо побеждать а это зачем вообще ну ладно неважно о сейчас 60 будет уровень ладно прошли и хорошо итак 9 уровень запит получилось закрыть на сто процентов на мое удивление за 13 минут 13 еще три уровня впереди а если не налил чай наливай сегодня видимо сидим сегодня сидим ведь подолго поехали дальше десятый уровень рекулинг бэйс то есть какая-то заправочная станция перед заправочного тут сразу помню справа нычка который дать тебе винтовку но это блин чуваки не секрет и это тоже всегда меня удивляло почему это же блин такая история почему почему это не секрет не знаю но вы можете видеть на этом уровне 18 секретов 279 мобов этот уровень тоже довольно запутанный были здесь дофига где побегать это к вопросу кстати о том вот меня спрашивали или не спрашивали ли это я придумал что меня спрашивали но несут к вопросу о том почему всего по четыре уровня я иду во втором доме тогда как в первом я шел по целому эпизоду по 9 уровня потому что я говорю здесь уровне по длине немножечко конечно отличаются вот конкретно если по прошлым двум эпизодом точнее по прошлым двум выпуском этого этого было не сказать особо там помочь это 22 минуты 38 то этот выпуск я думаю начаться в эти точно последующие тоже потому что все таки продвигаемся вглубь мы пистолетчик добил мне спектра и не умер этом это супермен это какой-то я не знаю это это гигачат это мужик пистолетчик добил спектра и не умер с одного винтовочного выстрела это я не знаю чертки это прям вообще рэмбо какой-то первая кровь или там второе вторжение если 2 2 2 вторжения 2 кровь я не знаю я не смотрел рэмбо может быть и зря учтуешь что дитя 90-х это даже странно хотя рэмбо по восьмидесятых лучше по моему да по 1 рэмбо там 88 вышел что ли или около того и кстати говоря вы даже если смотреть на этот уровень я могу там пойти вперед там сейчас туда пойти здесь тоже есть нелинейность безусловно во втором доме тоже она присутствует но здесь она какая-то не такая не такая она как в первом доме в первом доме она прям нарочито какая-то паскудно это нелинейность прям вот это нелинейность такие края убитая что она прям запутана до какого-то кошмара а здесь нелинейность она какая-то вот нелинейность нелинейность здорового человека не курильщика знаменитая кстати комната с огромным количеством хит сканеров пистолетчиков всяких винтовочников здесь тоже полно секреты всякие и вот эта комната вот это место в уровне тоже неоднократно обыгрывалось и в других водах тоже где-то я видел еще такую ну кстати говоря некоторые люди делают свои воды точнее правильнее сказать делали потому что по большей части они уже до старый довольно безусловно отдавая дань уважение второму думу каким-то первому думу классическим вещам то есть делали так чтобы это было как-то узнаваемо но об этом я тоже когда-то говорил а конкретного про 7 уровня проговорил что типа вот я делаю уровень и он типа чем-то похож на вот наверно классе куда-то есть такая фишка у мапмейкеров у некоторых иногда это получается хорошо иногда это получается не очень хорошо но тем не менее тем не менее получается и ладно делаете делать никто не против это главное не переусердствовать есть даже где-то вадник я кстати пытался его найти что долгое время у меня найти его не получалось ухова больно там получается в одном уровне весь первый эпизод первого дума или вообще весь первый дом нет ну наверное это много будет ну конечно там весь первый эпизод первого дома прикольно прикольная идея прикольный концепт сами занят нам где 55 здоровье 55 брони ровно и такое бывает не часто чё а так сюда рано и вот развилки развилки хитросплетения во втором доме все же конечно далеко не такие твой вообще супер очки этого то что надо мешать как в первом доме первом доме они скорее ну блин чё уж греха таить неприятные на мой лично вкус потому что я вот если помните прохождение когда мы играли первый дом там он я бывал местами ругался да здесь кибер были здесь бессмертие уровень до запутан до невозможности но ничего не для нас этом сложного нет здесь кому даже второе бессмертие он лежит если правильно понимаю не получилось по красоте убить кибер с двух выстрелил с бфг ну ладно и так уж сойдет куша я особо не старался возможно потому что 2 дума не просто привычнее возможно потому что 2 дума не просто милее потому что я к нему привык я в него много играл и все вот это вот может быть и поэтому его нелинейность не кажется мне какой-то неприятный или бесячий или неприемлемый может быть может быть но в общем и целом просто просто он вот такой такой какой-то вот такой который никак никак первый дум а вот по удобоваривание что ли в этом плане если можно применить это слово к данному контексту а уровень это до уровня прям вообще прям засада как сюда попадать вообще не помню а о сообразил кстати говоря я по моему никогда секрет раньше не находил я просто сейчас чисто на логике на догадки вывез это открывать после находит и опять же опять же если там при предъявлять претензии и вообще говорить о зачем почему конкретно вот этот уровень и несколько других во втором думе они до местами тоже не обоснованы и затянуты совершенно логично но все же опять же первый дом грешил этим больше как ни крути больше так что это наверное окей хотя местами все же бесит уже бесит но опять же а как бы андрей в чем это секретно заключалось бы спросить вот как туда попасть у я были вообще все новое открываю для себя с вами вот прохожу прохожу все цивного прохожу спустя много лет и открываю для себя много новое нахожу блин секрет какие ты еще открывал когда которых в детстве просто додуматься не мог это блин так прикольно блин столько очков не дают о я вышел с этой стороны прям вообще прям вот вот прям вот вообще то есть не мог я догадаться до каких-то вещей детстве на понятно детство детство на то оно и детство детство детстве ты куда бежишь если ты куда спешишь но все равно прикольно сейчас что столько лет это все вот нащупывать как-то если может прикольно 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 синий ключ здесь вот да вот такая история то что я вот здесь был мог выйти принципе вроде все здесь обошел но здесь был еще секрет здесь из-за очков я не вижу где-то есть свет на полу вот и соответственно секрет тоже вроде бы я не знаю опять же 18 секретов зачем нафига ну ладно вот этот уровень больше всего значит вспоминается как отголосок перво дун она может и неплохо но опять же говорю здесь вот в этом отношении странновато с этими путанами углами ходами выходные нет не закрываем здесь хитросплетениями какими здесь по моему еще тоже как-то открывалась да о да элементаре более здесь прям не дулеют прям добавляют их как надо говорится от души душевно в душу может еще попробовать или секрет теперь тоже пойдет а ты же кислота который потихоньку дает мне поэтому 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 вот вот так все как есть но моя задача просто а вот и костюм блин у меня столько power up of я уже даже забыл что я поднял что у меня есть мне берсер блины очки и неуязвимости костюм все уже по перебывал и к слову говоря вот мы идем тупик 2 уровень мы идем из сегодняшнего цикла из сегодняшнего эпизода и до сих пор у меня нету двуслов но тоже является любопытным фактом а это вот отсюда я вышел хорошо я уже кстати мы начну малость блуждать там вроде выход сюда я вышел так откуда ты а вы решили с этой стороны пойти ладно что неграмотно наверное сделал из-за того чтобы так вот выше ума бы разбежались по всему уровню и до двусловки были не спор нету одну столку очень нужно двустволка очень важно без нее никак их хотел чтобы временам добил демона ну ладно нет блин я думал все я думал гибель ну она и есть она есть гибель гибель как есть минус реминанты не прощают ну хорошо раз удалось нормально с ними разобраться и ладно заду им не добьет да тут я малость уже под заплутал вот вы смотрите на это все я вот говорю моя задача показать это все как она есть как она была странно почему тогда эта дверь закрывалась туда отсюда приходил давай ё-моё сколько же у вас еще и смотрите вы думаете блин как же все непонятно как же все запутанно да признаюсь дум дум частично конечно об этом тоже я же только что всех убил только что совсем исправился ну и какой-то я вот хотел кстати записаться как удобный черепок меня блин застилил но надо же как несправедливая судьба судьба судьбинушка я тоже конечно об этом думаю когда прохожу уровне когда особенно когда конечно я проходил в детстве подсчет зачем столько бегать как вы так это все затянули но с другой стороны если подумать объективно если бы не было так представьте просто насколько игра была бы короче и насколько быстрее бы она проходилась насколько всего бы было меньше я думаю что намного я конечно не поощряю это затягивание но в принципе могу понять почему все так счета где-то куда-то я струне зашел еще 4 блин секреты при этом три моба но я если честно просто без понять этот уровень кишит секретами о которых я просто не имею ни малейшего представления поэтому не думаю что стоит тратить время на то чтобы их искать поэтому пошли на выход кстати можно как-то протиснуться что ли спидраннеры как-то протискиваться сквозь эту штуку или или наоборот что-то здесь какой-то бак есть можно было как-то просочиться про есть как ты можешь ну ладно я не спидраннер поэтому я не могу пролезть и на том и закончим этот уровень хорошо и следующий уровень засекал of the death он же all of destruction то есть круг смерти тоже непростой довольно уровень и кстати говоря этот уровень еще ознаменовывается тем что и демка записанная для второго дума которая начинает играть если вы просто сидите в главном и ничего не нажимаете показывает именно этот уровень я не помню только ли по моему не только ли по моему какие-то еще но у его точно его показывать самым первым вот так вот на халявы я расстреливаю спектров потому что могу потому что почему бы и нет да ну чё потом их там долбить бегать если можно сделать это сразу и удобно и удобный с кайфом а кто-то где-то еще ой там блин элементарь боли нет он же сейчас там вообще на спавни своих этих лузеров много у них нет нет блины я не записывался никогда да ты fucking флаг даже я начну записываться тема что бегу вещь на лох вы не сохраняюсь вот пулеметчик чуть не умер с одного выстрела с винтовки это вот пойло мне перепрохождение чему так ну теперь надо можно под записаться убил я спектр в нет спектр и все живы вон стоят спят ну блин ладно чуваки в следующий раз я не хочу снова стоять разбить мне это обрыдло как говорится так вот меня можно обвинить в том что ух ты я думал все я думал сейчас колнает меня плюда привет том то что я как-то прохожу не так то что как-то нецелостно это делаю блин ребят на это же куда он делся блин тут шуму бы прячется прикиньте какая игра девяносто четвертый год ладно 93 что здесь за базу конечно же взята все с первого дома а и как говорится на высоте да и то что я прохожу да не так как-то да нет я прохожу блин как обычно болтаю бегу не высыпаюсь что что куда откуда вы блин высрались я тут уже два дня стою на этом блин на этой точке я реально стою здесь уже столько времени что мне кажется уже вообще все монстры на этом уровне подохли но нет думка к демонов обязательно нужно высраться скинуться мне по тычке по лесчику и застилит мои 40 хп но вы вообще нормально ребят это просто цирк до свидания я прохожу как обычный а бывало и он никто там нет спину не хочет еще зайти я прохожу просто вот прохожу и прохожу болтают там разговаривали высыпаюсь я обычный человек как его я прохожу просто и все и прохожу все так что не вижу ничего зазорного в том то что здесь умирают блин это doom в первую очередь правильно а раз это doom значит мне можно умереть как это ни странно поэтому я эту его функцию реализовывать реализовываю да все верно сказал реализую реализовываю вполне меня устраивает ли секретах слову говоря на этом уровне и пока что не нашел еще ни одного хотя половину монстров я уже убил и к слову говоря уж у меня по-прежнему нет пуст волки что-то мне подсказывает что у нас сегодняшний выпуск будет без двустволочный потому что явно явно кто там делаете карты там ромеры или питерсон сэнди который песочники куда ты блин полк залез как ты вообще поднялся по ступенькам на тебе же неудобно нахер ты туда сунулся делали эти уровни конценте питерсон или джон ромеро или кто там у них америка маги дизайнер уровне особый да то это пацаны явно чуваки вы забыли положить двустволку я просто знаю что сейчас будет я знаю кто сейчас выйдет вы наверно догадываетесь тоже знакомство с новым монстром которым в первом доме не было а бить его мне нечем нечем не убить потому что не двустволки ничего нет ракетницы у меня о придумал да это это арчвайл это арчвайл которого на тактике удалось хорошенько развалить конечно же разумеется потому что я не знаю как ты из детства смутно я помню что здесь лежали патроны на плазму и на бфг и 20 патронов у меня было поэтому я вот так вот вспомнил это на основании своих воспоминаний пошел был им рискнул и как оказалось не зря как оказалось не зря 28 минут мы уже идем проходим это ну в общем-то вполне себе а а там на что опаньки кстати говоря я чуть не припомню этого секрета меня чуть кажется что я его и не находил то никогда о да я вот блин вот в очередной раз как не выйти нет не устаю удивляться не успею поражаться то есть ну реально я я не знал об этом секрете и никогда его нет не находил не открывал как и несколько других секретов помимо него то любопытно и вместе с вами я вот на ходу на нахожу на нахожу на ходу открывал какие-то секреты которых и понятия не имел никогда не в детстве никогда перед проходил дум просто вот сам там сколько я ходил при проходил всю классику там в октябре 7 31 октября ну для меня конечно для меня для вас уже 2 ноября но для меня все еще октябрь и в октябре 17 года я всю эту классику перепроходил это было или года получается назад открыл я вот эту вот уже мне не нужно что-то где-то еще открылось блин как неудачно вышло как это как-то позорно прискорно получилось так я туда наступил что-то открылось я слышу как что-то открылось наверное это был секрет но где блин я не знаю а теперь монет ладно это тоже не столь важно вот как и как это эскимо взять я тоже блин не знаю ли вторую так с одной стороны опускается может быть что-то на нет вряд ли по моему не было нифига ну ладно не столь важно секреты мы находим так вот сделали эти мужики уровень таким образом что двустволки мне в нем не дают к сожалению к моему огромному что я уже говорил что двустволка это оружие основное и без нее как-то холодно как как когда побреешься ток и идешь без бороды чувствует блин что-то не так что ты не свободно как это незащищенность да а также и здесь также здесь опять же секреты с этой невызимости тоже без понятия где он был где находился я не знаю не никогда не знал поэтому возможно идем в этот раз уже не найдем как получится как повезет посмотрим посмотрим может тучи нажимается открывается не да вроде не не знаю не знаю не знаю не знаю честно не просто без понятия с этими секретами блин ума сойдешь костюм я наверно брать не буду потому что что где кто откуда ух ты это очень во время нарисовалась а да точно совершенно забыл про него вот совершенно забыл про моба представляете я конечно же знал что там есть и не одна я совершенно забыл кстати вот интересно были такие вопросы и много-много лет всегда эти вопросы гуляли многие люди интересовались что мог бы кричат некоторые смогу кричат когда просыпаются конкретно что кричит манкубус что кричит элементаль боли что кричит манкубус я не знаю что-то типа да я даже не знаю что типа а куда куда ю или короче вариантов много и читала как-то в интернете тоже по этому поводу давненько правда там у всех там разные были версии типа они да но ни хера себе меня как а демоны да потрепали какие-то ссаны и как а демоны меня так потрепали офигеть вот я не знаю что кричит манкубус но мне кажется что я знаю что кричит элементаль боли мне кажется что он кричит общем реально давайте переслушаем даже послушайте суши 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 не знаю конечно я шучу понятно что я не такой додик чтобы думать что люди на четвертом году кто-то знал оксимирона но но похоже же похоже похоже же я спишь не спи что ты пистолет с испугу выхватил настолько испугали меня как а демоны не значит по моему тут было по секрету не или не было блин не помню вкус так застрял в абстрактных кстати вот тоже ознакомился недавно с таким мнением что якобы второй дум еще более абстрактный чем 1 абстрактный в том плане что ну типа здесь во втором доме пытаться воплотить ведь город верно как бы город города землю популяцию земли и все такое и все это якобы очень абстрактно но блин а как иначе но сравнивать с первым думал что первый дом менее абстрактный якобы там показан от ну блин кому чуваки вы хотите сказать что в первом думе от показа не абстрактный а уж тем более марсианские базы конечно абстрактно все это сделано очень абстрактно в любом случае так вот это что у нас а это вот секрет секрет нет это даже блин секрет это даже блин секрет хорошо я не знаю я не знаю где-то старше два секрета где они я без понятия ну и ладно пора на выход поэтому блин ну а как ты изобразишь от не абстрактно верно марсианские глаза тоже не абстрактно что кто-то когда-то в вашей жизни видел марсианскую базу если кто-то в жизни когда-то видел от конечно нет и да вы скажете город кто-то видел землю но блин в этом уже пошла стилистика и фишка думаю раз уж начали строить так то понятно делают же одни и те же люди рука набита поэтому раз это изначально было абстрактно значит абстрактным она и остается учитывая марсианские базы я поэтому все это принесло сюда и так следующую называется the factory то есть фабрика и нам дают текст нам дают текст вы победили ваша победа обеспечивая человечеству эвакуацию земли и спасение из ночного кошмара теперь вы единственный человек оставшийся на поверхности планеты так значит какие-то мутировавший каннибалы собака подобные чужие и злые духи ваши единственные соседи теперь вы садитесь и ждете смерть присаживайтесь и ждете смерти понимая что вы хотя бы спасли своих товарищей ну я думаю также не совсем не понял смысла но затем земное командование посылает вам сообщение из космоса сенсоры зафиксировали источник вторжения чужих если вы туда пойдете вы сможете значит ограничить их нашествие база чужих находится в сердце вашего родного города недалеко от звездной базы то есть недалеко от дунга медленно и с болью вы поднимаетесь и возвращаетесь в бой вот в общем то такой кусок текста нам подали о том то что мы вроде все разрулили и спасли из этого как звездного порта людей люди улетели в космос все значит оставшиеся в живых люди находятся в космосе а мы единственный человек на земле и только монстры среди нас и точка вторжения находится у нас дома грубо говоря недалеко от нас поэтому нам позвонили сказать слушай но если ты уже развалил всех монстров давай давай вот доведи дело до конца ладно давай сбегайся домой закрой там порта училишь и сделай и вот в общем то остановил это все него реакцию и дунга такой да маля ладно встает и идет делать дело и 12 уровень называется паблик за факторе 109 монстров 4 секрета между может полчаса мы с вами минули и этот уровень этот уровень ничем в общем-то особо вроде как особом никогда не выделялся но для меня этот уровень плюс минус особо потому что я вот почему-то так повелось что именно на этом уровне время тестировал всякие фишки то есть чтобы я знаю что мне делал там суд спорт и всякие смотрел и все такое если я смотрел это не относительно к первому думу а ко второму то есть мне важен был контекст именно 2 дума не 1 да то есть но вы поняли важно было посмотреть что-то работающие на втором думе то я почему-то запускал именно этот уровень не знаю почему может потому что здесь открытое пространство езди побегать посмотреть что-то то другое третье не знаю но вот вот здесь как-то так первым думе я уже говорил если вы помните смотрели это был первый уровень четвертого эпизода во втором думе почему-то уровень 12 не знаю почему почему-то так так ладно здесь мы все пробежали убили всех спайдеров блин уровень только начался уже треть могут убить да что что-то да что ж такое видимо было много импорта потихоньку забираюсь наверх винтовочники мне мешают кстати 4 секрета на уровне между делом придется наверно попотеть поискать а может быть и нет может быть и не придется ну так или иначе в общем вот такой вот сегодня вот выпуск какой-то получается уж не знаю не знаю чем он особенно отличающийся от предыдущих но наверно как минимум по крайней мере тем барон то он по длине явно он будет явно по длине не знаю в два ли раза или меньше но прошло на 38 был минут тут мы уже этим 36 плюс сюжетный текст ну да хотя кажись до часа все равно не дотягивает не дотягивает ну и ладно я просто не знаю вы очень мало оставляйте отзывов вот я постоянно прошу о секрет супер я постоянно прошу пишите свое мнение в комментариях вы пишете пишите классно классно там что-нибудь такое подобное но блин мне также в последнюю очередь интересно ваше мнение я других таких всяких вещах как например длительность видео это же ведь очень важно и кстати я спешу заметить до сих пор то что нет у меня в рост волки то есть именно так как я и говорил сегодняшний выпуск судя по всему без вас волочек забавно и вот вы не пишите например какие-то отзывы там какой длинный выпуск для вас приемлемый да скажем то есть но сколько вам нравится потому что выпуске выходят разные как вы видите на канале бывают по 10 минут по 11 до по 12 и нас 15 2 по 20 бывают по 40 по полчаса а бывают по полтора часа и вот мне очень конечно интересно каждый раз ваше мнение о том как это вообще умов сколько же там манкубусов оружие у меня нет мне бы бы фг даже заваляешь и двустволки не сейчас придется походу увлекательно бить x с винтовки всех долго долго денно и ночью но блин ладно чё вас поделать вступил на тропу и стал старта как говорится а вы или может есть где-то двустволка блин будем искать двустволку не хочу убить манкубусов с винтовки под 100 лет о 8 вот потому что разным людям нравится разная длина длина это очень важно чтобы кто не говорил размер имеет значение поэтому один отзыв я слышал что идеальный тамик 20 кто-то жалуется что видосы наоборот короткий смотреть нечего есть и такие товарищи которые судя по всему наоборот как раз таки радуются тому что точнее когда видео выходит на час или полтора то и больше есть и такие люди но мне интересно было бы уважаемые мы уважаемые мои подписчики о какую-то выборку какую-то медиану с этого поиметь чтобы ну плюс минус да точно знать какая длина оптимальна не то чтобы там это дофига на что-то сильно влияет да потому что но вы понимаете я не могу просто посреди уровня как у пленов да тот же самый пресловутый стать и сказать да все прошло там сколько там 40 или 50 минут все хорош хватит на постановить продолжим там другой раз нет я как бы иду по блин по уровню по их длительности потому как это обусловлено потому как это правильно и грамотно верно а раз я так иду то тайминг все время разный какой-то уровень маленький какой-то уровень блин большой тут ничего не сделаешь никогда не угадаешь никогда не вычленишь и поэтому я не могу подбивать тайминг видео но мне было бы интересно хотя бы просто знать просто знаки как выкат мото сейчас попробую прикол показать так здесь пулеметчик и желтый ключ вот тут лежит желтый ключ некоторые спидранеры просто подбегают и как-то вот под каким-то определенным углом подбегают вот этот желтый ключ через стенку интересно получится ли у меня это у меня как это получалось правда не в этом уровне надо нащупать просто грамотную верную позицию и можно можно схватить ключ или стенку я не буду долго конечно этим заниматься и морочиться и тратить время но я вот так попробую чуть-чуть потому что если получится будет забавно я все-таки спидранер шучу какой нафиг спидранер интересую спидранами да но никакой не спидранер я хотя мог бы быть я мог бы быть спидранером я думаю потому что дум я знаю неплохо играть него я умею и спидранить я бы мог но но я не могу себе этого к сожалению позволить вот буст волка ну все не удалось не вышло не портанула все таки без двустволочный выпуск не сошелся все-таки до медали мне двустволку и не удалось не удалось малость так как я думал вот вот если бы я занимался спидранами то в общем то говоря плакали бы прохождение а все таки как ни крути прохождение нравится мне больше мне нравится проходить разные воды смотреть на них так интересно что это и что я мне очень нравится проходить смотреть на всякое то есть как люди делают воды играть них мне это очень нравится мне это очень интересно чуваки и сколько водок существует в мире огромное количество дай бог если жизни хватит хотя бы одному отдельно выделенному человеку пройти все не знаю очень очень много очень огромное количество понятно что не все из них заслуживают но но их много это вот именно то что я хотел сказать их реально очень много просто просто очень очень-очень-очень много и в связи с этим я говорю что каждому свое кому-то нравится спидранить хорошо спидранить на здоровье мне вот нравится проходить уровне я буду проходить уровне потому что это мне больше нравится это мне больше удается мне это больше получается я просто делаю делаю правильно и все я думаю что вы согласитесь вид спидранеры не приходят уровне по сути про нет ни конечно сути проходят как раз таки уровне но я имею ввиду что проходят одни и те же уровне там задрачивают их находят какие-то стратегии это мутит вот это вот мурыжет все вот это делают вот это делают все спидранеры а я просто прохожу ради удовольствия чтобы посмотреть чтобы оценить чтобы узнать и показать в том числе вам так вот по поводу длительности по поводу длительности что хотел рассказать я не влияю на длительность но узнать было бы интересно ваше мнение какие видосы вам по длительности нравится больше вот на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск заканчиваем навряд ли конечно после уровня в котором перед которым был текст будет еще один текст но для частоты конечно посмотрим посмотрим и оставим затравочку на следующий уровень называется он downtown то есть город но это уже будет следующий раз вот таким вот вышел сегодняшний эпизод каким-то не то что лампово ностальгическим но каким-то с большими рассуждениями от об общем и целом что ли как-то вот 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 так наверное ну все все было здорово в любом случае мне понравилось надеюсь что понравилось и вам и если так то ставьте лайк подписывайтесь на канал и колокольчик и напишите напишите в комментариях вот все я закидываю удочку я говорю сейчас если вы досматриваете до этого момента и слушаете мои прощания то вы опять же я делаю статистику и выборку и поэтому тоже получается заодно если я так рассуждаю верно если вы значит досматриваете до сюда значит вы это услышите напишите в комментарии к этому видео какой длины видосы вам нравится больше буду очень благодарен забегать также twitter даст лишь следующих уровнях спасибо что посмотрели это видео пока